Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Russian Power Guy! Мы с вами продолжаем исследовать постапокалиптический мир игры Ex Machina. Ну, в общем-то, вы знаете и другие названия этой замечательной игры. В общем, что мы имеем на данный момент? В прошлой серии мы с вами приехали на заброшенный склад, ну, как он казался, он не заброшенный. Его захватили местные экстремисты. Я не знаю, вот так показывать экстремисты или не так, я не знаю. Потому что вроде бы они борются за свои права и тоже хотят чего-то получить, что, в принципе, довольно нормально. Но с этим мы будем разбираться сегодня. Также у нас есть задание основного сюжета. Это Оракул и Ворота. Так что, друзья, будет интересно. Усаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра. Не забывайте, что лайки, комментарии, подписки всегда приветствуются. Короче, погнали. Так, давайте сразу откроем букву М. И посмотрим, что можно делать. Склад, перч, кардан, лаука. Что за кардан? Мы были в кардане. Так, одну секундочку. Вообще, давайте глянем. То есть, вообще, узнать в Ольме, где держит лидера, это второстепенное задание. Понятно, хорошо. А здесь у нас добраться до врат. Но, однако, где врата, там же и, так, там же и болото. А где муж, я не знаю. Мужа, видимо, надо искать по деревням. Оракул, видимо, где-то там же. Короче, предлагаю сделать следующее движение. Предлагаю съездить, немножко исследовать территорию, проехать вот отсюда, вот сюда. Например, понять, что там есть или чего там нет, например. И выдвинуться в Ольм. Или же, нет, давайте сделаем так. Мы поедем в Ольм, разузнаем что-то там про нашего чувака, который нам нужен. И поедем уже непосредственно на основное задание. Да, делаем именно так. Потому что так будет логичнее. Если мы не поедем сразу туда, то, возможно, мы... Ну, короче, это неудобно будет, если мы будем туда-сюда мотаться. А там уже мы сразу, целенаправленно поедем исследовать мир. Хорошо. Спускаемся здесь аккуратно и спускаемся. Только ладно, не перевернуться. Если я перевернусь, что будет? Вроде ничего страшного, не произошло. Но кто знает, что могло бы произойти, если бы я действительно упал на крышу. Никто не знает. Ну и проверять мне тоже сильно не хочется. Так вот. Если что, я напоминаю для всех. Эта серия также выходит в предзаписи. Прошлую серию, вот, как бы, комментарий к прошлой серии, которая выйдет. Я еще, как бы, физически и в любом случае прочитать не мог. Так что... Кто это? Боец. Здорово. Сейчас раздет. Так что, я не знаю. В одной из следующих серий я точно все внедрю и все узнаю. Надеюсь на вашу поддержку. Так. И чего? О, а зачем? Я с ними боролся, если у них ничего нет. Нефть есть. Нефть это хорошо. Нефть всегда можно продать по выгодной цене. Это мы сейчас, собственно, здесь и сделаем. Единственное, надо починиться немножечко. Так. Это вот так, так, так. И напомню. Так же так. Нефть по тысяче. Это хорошо. Смертельный ПКТ. Так. А чем же он смертельнее того, что имею я? Хочется спросить. Так. Дальность тысяча, тысяча сто. Скорость урон. Точность девяносто процентов. Я понимаю. Но по всем остальным показателям, к сожалению, он вообще не котируется. Совершенно не котируется. Потому что... Какой смысл у меня от этого оружия? Вот никакой. Он смертельный. Окей, здорово. Но мой продвинутый ПКТ лучше. Так что я это продам. На данный момент у нас 27 тысяч семьсот девяносто один местный, не знаю что, валюты. И нам нужно накопить на Урал. Потому что это наша основная цель. Чтобы сменить машину. И возможно у нас это получится сделать уже прям в этой серии. Рыбак. Блин, почему мы боимся с рыбаками? Я не понимаю, ребят. Они всегда были нам врагами или нет? Я не понимаю. Что он нам дал? Нефть. Хорошо. Единственное, что я знаю. Нефть в Ольме продавать смысла нет. Мы можем заехать в Лауку. Где она тоже в спросе. И продать там нефть. Возможно по пути мы встретим кого-нибудь еще. Кто... У кого нужна эта нефть, короче. Так что едем пока так. Уничтожаем всех бандитов по пути. И зарабатываем на наш Урал. Потому что он мне нужен. Он стоит 31 тысячу. Это не так много. Но есть у меня конечно подозрение. Что я его куплю. И тогда все враги... Здравствуйте. Здрасте. Все нормально. Что большинство врагов... Чего в меня едешь? У вас что? Пьяное вождение какое-то? Нельзя так делать. Что все враги резко пересядут тоже на Уралы. И мне станет в 10 раз сложнее. Но с другой стороны и добыча будет круче. Так что... Друзья... Так, это починиться. Это продать здесь нефть по 1000. 28 тысяч. Уже почти 29. То есть мелким извозом занимаемся. И зарабатываем средства. Едем в Вольму. Это налево. А также еще... Вот что из более-менее свежего я успел прочитать. Не к предыдущей серии. А вообще в принципе про то, что вы писали про кроссаут. Что эта игра, она как бы должна была стать просто гениальнейшей. То есть там по сути механики должны были быть сохранены эти же. Ездишь на машинах. Сам ставишь пушки куда хочешь. Колеса куда хочешь. Сам создаешь все. Но, к сожалению, великому я уже писал там в ответе на сообщение человеку в комментарии. Играл я в бета-тест кроссаута. И как-то вот не очень мне зашло. Хотя, вроде бы, что могло не понравиться. Но как-то вот не зашло оно мне. А сейчас, насколько я понимаю, в игре ничего хорошего не происходит. Так, давайте глянем. Урал 3101. Очень интересные ценники. У них откуда берется такое ценообразование, я не понимаю. Давайте посмотрим. За сколько мы его сможем купить, если заберем все? Если мы забираем все, то за сколько мы его покупаем? За 27762. По сути, мы тратим все наши деньги. И даже если нас поцарапают, что-то нам сделают, то мы останемся просто у разбитого корыта. Нет, рано. Рано, друзья, не надо вестись так вот очень быстро на все это дело. Идем сюда, идем к барменам. Если для меня работа, объявленный сезон охоты на бандитов, я согласен. А, Галден, здрасте. Относится объедет склад? Нет, чертовы аборигены стоят насмерть. Может быть, мне удастся уговорить их лидера распустить всех по домам? Этого зверя вряд ли. Даже пойманный, он отказывается сотрудничать с нами. А все-таки, где он? Сейчас фургон с ним должен выехать из рыбацкого поселка и направлять сюда. Спасибо, я найду его. Так, значит, сейчас наша задача убедить лидера. То есть, мы хотим решить проблему без кровопролития. Мы хотим решить вопрос мирным путем. Дипломатия. То есть, дипломатия. Пойдем по пути дипломатии. Нажимаем F2. Кстати, где он находится? Нам отмечило его, нет? Преодолеть болото. Да нет, да какое болото? Освободить склад бандитов. Нет. Найти мужа. Судить лидера. Перехватить транспорт лидера. Вот. Вот. Отлично. То есть, возвращаемся сюда и едем сюда. Хорошо. Едем. Погнали, ребят. Пока делаем это задание. Мне кажется, оно, конечно, не сюжетное. Да. Мы не быстро идем по сюжету. Я знаю. Я все понимаю. Что, разумеется, можно было выйти быстрее. Но, если бы мы бежали голопом по Европам. Исключительно по сюжетным заданиям. Искали сразу все, что нам сказали. Не исследуя территории. Какой тогда смысл? Какой интерес в такой экшен-рпг игре? Какой? То есть, мы не узнаем всей глубины сюжета игры. Мы не узнаем, что здесь вообще игра предоставляет. Какие отсылки здесь есть. Какие интересные вещицы нам, в принципе, игра преподнесла. Поэтому мы с огромным удовольствием погружаемся в этот мир. И ни на что внимания не обращаем. По сюжету идем. Но постепенно. Как-то так. Ребят, ну, это, короче, баг. Я серьезно говорю, это баганутые ребята. Их бы починить, конечно. Но я не знаю как. Игре 16 лет. Я сомневаюсь, что им есть смысл что-то говорить. Так, F2. Молковоз. Революционер. Вот, революционер. Здрасте. Это наш революционер или нет? Не приближаться. Другие подозрительные действия будут расцениваться как агрессия. Что? Вы переводите груз, который... Что? Ты зачем? Что? Он меня увез. Ну что это такое? У него... Да он везет меня за собой. Отпусти меня. Это он? Здорово. Я рад за тебя. Блин, куча вэнов, ребят. Ёлки-палки. Ё-моё. Чё я делаю вообще? Отпусти меня. Что? Игра. Где ты? Игра. Что? Что происходит? Игра. 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 Друзья, что-то произошло с игрой. Она просто напрочь зависла. Я очень надеюсь, что такого больше не повторится. Но мы с вами продолжаем. Продолжаем. Собственно, всё это дело. А как? В смысле? Я понял. Давай. Ой, этого не надо убивать или надо? Чё происходит? Они какими-то странными пушками в меня стреляют. В этот раз не такие жёсткие ребята. Стоять, скаут. Так, стоять, стоять, стоять. Прицеп главное не задеть. В стекло не попади, как говорится. Нефть. Подожди. Кого убивать-то? Блин, он с дробаша прям-прямо стреляет. Очень больно. Мне кажется, живым мы отсюда не выйдем. Это просто смерть. От дробаша нужно держаться подальше. Он нас будет наказывать. Прям максимально. Перезарядка. Мне не хватает оружия совершенно. Меня наказывают. Очень серьёзно наказывают. Ё-моё. Игра, пожалуйста, пощади. ХП-то есть, да мало. Блин, как больно. Убей его. Не поворачивайся ко мне. Хорошо, ещё один революционер здесь. Надо убить из всех этих революционеров. Очень жёсткая заруба, ребят. Очень жёсткая. Я надеюсь, с них лут потом можно будет собрать или нет. Да, получилось. Не стреляй в меня. Нет, сволочь. Уйди. Нет, больно. Умри, пацан. Охота завершена. Так, мы стреляем исключительно по нему. Нам не нужен задний контейнер, нам не нужен. Вот так вот его держим. Ага. Ага, ага, ага. Молоково сломаем просто. И всё. Ну, это всё. Это изи. Это изи вин. Он абсолютно беспомощен. Хоть и жирноват. Нормаз. Давай быстрее. Можешь. Отлично. Так. Шторм. Ну, у нас есть уже шторм. Но мы его поменяем, ребят. Мы его поменяем. Мы возьмём вот это. И пойдём сейчас обследовать другие. ПКТ с лазерным прицелом. Хорошо. Шторм. Два шторма. Это неплохо. Ржавый спектр. Я не знаю, нужен пока или нет. Я хочу обследовать ещё других. А, это всё. Хорошо, что я во время боя собирал с них лут. А, потому что здесь больше ничего нет. А, шершень не влезает. Ой, жёстко было, ребят. Очень жёсткая заруба. А почему здесь что-то ещё нам горит? Ммм. Ну, видимо, нам ничего с тебя не надо. Хорошо, поехали отсюда. Чё нам предлагают? А, какой болот? Нет. Освободить лидера. Отвести лидера к его бойцам. Вот. Да, это мы и собираемся делать. Только нам нужно как-то починиться бы. Но дорога здесь одна. Вот это и туда. Всё, хорошо. Поехали. Ох, какая была жестятина. Мне, на самом деле, мне кажется, повезло. В какой степени повезло? Нет. Нет. Ну и вляпался я, походу, ребят. Что? Ни... Фуок. Фуок. Офигеть. Ага, давайте я пройду это за кадром. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Итак, друзья Мы с вами снова продолжаем Я победил вновь этого Гада И мне на самом деле В этот раз практически ничего С них не упало Это очень странно, потому что в прошлый раз У меня было изобилие и у меня был второй дробовик А в этот раз у меня просто Какие-то бесполезные шершни И спектр с обрезанным стволом Это что-то из ряда вон Я сохранился, ребят, я сохранился Так что не переживайте, мне нужно убить Который с лазерной пушкой, я его вижу Я знаю, что он с лазерной пушкой Я его убиваю Мне он нужен, срочно Хорошо А можно ли как-то получить его Лазерную пушку Давайте мы пробуем загрузиться, потому что мне В комментариях Написали Что с тобой игра? Прости, господи Она вылетела За что? Друзья Я искренне не понимаю, что происходит с игрой Но на данный момент Мне пришлось перезагружаться В другое сохранение У меня очень мало хп Мне срочно нужно починить машину У меня вылетает сейв После того, как я сейвлюсь Вот в этих местах После битвы с этим боссом И также Очень хорошая новость У нас Красные враги Ольм Что это означает? Я не знаю Видимо, мы с кем-то поссорились И это очень плохо Я не поеду в ту сторону Пока не починю свой Автомобиль Потому что на меня нападают враги Это очень плохо Я еду до ближайшего поселка Чтобы починить свою машину Это будет с оленеом Все очень плохо А как помириться с ольмовцами? Я хочу купить у них Урал Ха Я не специально Я с кем связался-то вообще? Я с кем связался? Я... Я по-хорошему же хотел А они, блин, на меня нападают Это как так-то? О май гаад Вот это жестко Это очень жестко Мы все-таки где-то нашли ПКТ Шторм Это все очень хорошо Но это можно продать Это мы оставим Но, к сожалению, ничего другого у нас больше нет Я просто в шоке, если честно Ребят, я... Уже который, блин, раз пытаюсь Чтоб все нормально работало И вроде бы все окей сейчас Я сохраняюсь Потому что у меня какое-то сохранение После боя с ними не грузилось А после боя с ними Когда я ехал туда, налево В правильную сторону Меня ждал плазмоган И этот плазмоган Убил бы меня с одного выстрела Да неважно, даже плазмоган У меня было 330 хп Меня бы убил кто угодно Короче, я в шоке, ребят По всей видимости Мы выбрали не тот путь Но... Это интересно даже посмотреть Будет даже интересно глянуть Что из этого выльется Возможно, мы сделали что-то не так Нам нужно на склад Но давайте поедем на склад Только можно сделать более прямым путем По всей видимости нельзя Потому что здесь очень высокие горы И... Наверное Нужно проехать по дороге Чтобы все было более-менее четко Я прошу прощения За то, что игра Там глючит Вылетает Просто иногда Я не понимаю Что не так с ней Она записывается криво Вот эти ребята, да Вот я нажму с ними Я в два рядом Они меня ждут Только сначала плазмогановца Плазмогановца сначала Плазмогановца убей Он меня... Он меня беспокоит Больше всех на свете Подожди, нет Где он? Где он? Нет! Убил Так, что там с него выпало? Что с него выпало? Охренеть! 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 Мне нужен срочно Урал Мне срочно нужен Урал, ребята Это просто жесть Мы подняли плазмоган Я не знаю, как нам повезло Он выпадает раз в тысячу лет Такое происходит только при скоплении луны Там не знаю... Ой, мама Ой-ой-ой Я уезжаю отсюда Я взял все, что мне нужно было Все, до свидания, ребят Если вы хотите меня преследовать Преследуйте Ну, я уезжаю Я здесь больше не живу Все, до свидания О боже О боже Смерть бандитам! Что происходит? Почему мы резко стали врагами? Убей его! Убей скотину! Возьми все, что с него... Охренеть! Просто охренеть! Что происходит? Я не понимаю До свидания, ребят Я не хочу с вами драться Я не хочу... Не доставляет это удовольствие Куда я уехал? В Ольм? Зачем? Мне не туда вообще Я в шоке Я в шоке, ребят У меня проблемы У меня очень серьезные проблемы Со мной дерутся все На меня нападает весь Ольмах Это очень и очень плохо Я предлагаю нажимать F2 Как можно чаще Потому что теперь у нас есть плазмоган С плазмоганом мы можем делать делам Правильно едем вообще? Да, мы правильно едем Но проблема в чем? Нам нужно мириться с Ольмовцами Каким бы способом Мы должны с ними мириться? Потому что Иначе Иначе Я не куплю то, что мне нужно А это Урал И скорее всего Сюжет у нас тоже Не будет продолжаться Потому что мы враги Нет, игра Пожалуйста Хватит Хватит мне придумывать Всякие приключения Но То, что мы подобрали Плазмопушку Это просто Шикарно Это шикарная новость Потому что С ней мы будем сносить всех Просто налево и направо Так, мы заезжаем в городок В кардан Починимся Нам не нужно Так много штормов В этом нет смысла Нам нужно какой-то продать Какой стоит Более-менее Дорого Я не знаю Ой Давайте Подумаем Так, 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 так Цена 441 456 Ну, давайте Вот этот продадим Этот мне не нужен Точно И Вот этот, что ли Тоже продадим Зачем мне два дробовика Хочется спросить Если у меня Не будет два дробовика Никогда Или будет Я не знаю, ребят Ну, наверняка Если что Потом это оружие Будет не так трудно найти Мне кажется Это будет вообще Не проблема Так что Наверное Я его продам Да Я продам второй шторм Оставлю себе тот Который у меня есть И вот наш Собственно Базовый набор Комплект Так Матвей Я ищу здесь Вообще Так Это Все, я понял Это не то Совершенно Мы подчинились Едем дальше Нажимаем Ф2 И Едем В сторону В сторону Склада Это Очень плохо Что Ольм Так вот Типа Команда Феликса Кочевники Бориги Рыбаки Торговцы Северного пути Война Как мне сделать так Чтобы у меня не было С ними войны Я не хочу Кто там Рыбак Скаут Рыбаки У меня война Просто со всеми Направо и налево Это очень плохо Я не хочу Воевать со всеми Воевать со всеми Не выгодно Нужно дружить со всеми А воевать с теми Против тех С кем ты дружишь Ой божечки Божечки мои Что же делать то Это Очень и очень Плохо я вам скажу Потому что Нужно как-то с ним Мириться По моему Можно заплатить Некоторую сумму денег И тогда Мы с ними Типа помиримся Так стоять Нет 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 Ф2 Хорошо Езжаем в город Так Здесь ничего не продать Не сделать Здесь тоже ничего не сделать Заходим сюда Охранник Складской Я не верю своим глазам Иноземец держал слово Наш лидер снова с нами Теперь вы держите свое Освобождайте склад Конечно товарищ Бери столько добра Сколько сможешь увезти И возвращайся еще Обязательно вернуть А в смысле Так платно же все А Все же платно А где Типа я хочу Бесплатно А где Бесплатно Вы же сказали Можно бесплатно Вы выполнили задание А Подожди Я теперь зайду Это обман Они сказали Бери все что хочешь Но это стоит денег Не Так не пойдет Ребята Это обман Это обман Так они освободили В склад или нет Все хорошо Теперь А все Ребят Все четко Хорош 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 Это я Это я Это все я Это вам не это Так найти мужа Субъектно бандитов Сообщить об очистке склада Да мы едем в вольм Ух Ребят Ну это конечно Завертелось Закрутилось Все Короче едем в вольм А И покупаем Конечно же Урал Мы покупаем Урал Ребят Все Мы больше не враждуем Я понимаю Так да Да мы больше не враждуем Очевидно Это было Временное помутнение Такое знаете Вот Когда вот Обиделся на кого-то Так вот Немножко Обиделся Вот так вот Ну типа пообежал Для виду Для вида пообежался Да И потом Все у вас хорошо Вы хорошие друзья Поняли друг друга С полутора слов И такие Ну да Ну с кем не бывает Ну надо же было Показать себя Типа там Повыпендриваться Что типа ну Все мы не пальцем деланные Ну короче вы поняли Спокойно Уезжаем отсюда И двигаемся В сторону Ольма Наконец Ребят Я не верю своим глазам Что Мне удалось Сделать целых Две полезные вещи И не убивать Бандосов Ну Поубивал немножечко Торговцев Северного пути Но это ради благого дела Мы освободили им Лидера Они освободили склад Все довольны И волки Целые И овцы Сытые В смысле Овцы Целые И волки Сытые Ну короче вы поняли Я заговорился Так А здесь кстати Нету того Кого мы ищем Матвей Нет Нету Матвей Нет Матвей Иди отсюда Не нужен Мне Матвей Мне нужен другой Мне нужен Дормидон Нет Господи Как его зовут Как зовут Человека Которого мне нужно Найти по квесту Я забыл Чего Кто Я не хочу Или надо Я не понимаю Надо или нет Боец Рыбак Они с каким-то Отстойным оружием Мне как-то неохота С ними связываться Но если сами Нападут Я Для вида Постреляю Здесь такие Прям эти Как это называется Шотландские Мотивы Прям прикольно Слушать До свидания Я еду Брать себе Грузовик Чтобы гнуть Чтобы нагибать Делать Нагиб Это Это будет жестко Это будет эпично Так мы правильно едем Да Давайте заедем На всяком случае В Лауку И в Калис Нет В Лауку Сначала заедем Потому что мы ищем мужа И возможно В ком-то из этих городов Прячется этот мужик То есть Заодно Выполняем Побочное задание Номер 2 И Если мы это Сможем сделать Будет очень здорово Так Хорошо Кристалл Полинес Бармен Бармен Ты не видел никого? Сезон охоты на бандитов Хорошо Пусть будет Пусть висит Нет Здесь нет Ладно Если что Потом по пути В обратную сторону Заедем В Калис Ну Одно я знаю точно Его нет в Солениоме Его нет в Лауке Его нет в Кардане Его нет в Перче Его нет в Складе Возможно он в Калисе Или в Берке Или еще в каком-то месте Где мы еще не были Так что как-то так Ольма Ну неужели Ну жди меня Большой город Город жди меня Я накопил денег Я теперь Серьезный человек С серьезными намерениями Так что Надо во-первых Сохраниться Только поближе к городу Это сделаем Оу Ребят Я просто так счастлив Что мы выбили с вами Плазмоган И вообще Супер много всего Конечно Миномет и плазмоган Вместе не поставишь Но Нужно выбрать Нужно пострелять Из того и из другого Ой А ребят У меня конечно вопрос Прочность конечно У него не максимальная И скорее всего Ремонт стоит Ой-ой-ой Как много Но Мы можем ведь с этим Как это сказать Подождать Это может Правильно Нажимаем Ф2 Нажимаем H Мне должны денег Дать за выполнение Задания 100% Галден Давай Как выдвигаются Твои дела Склад чист Работа сделана Отлично Вот тебе награда Супер Так нам дали денег У нас 34 660 Местные валюты Так какие новости Ничего нет Так ну вот Собственно и все Момент настал Прими Урал Выбираем Так нет Подожди Раскраску Так Есть такая Такая О блин Классический Урал Мне нравится цвет Он кстати военный Такой тоже неплохой Но это же классика Урала Все Уралы ездят Вот такими вот Синенькими Я не знаю Но мне он не очень нравится Он какой-то слишком пестрый Я бы взял вот этот вариант Мне кажется он наименее То есть военный цвет Такой я бы выбрал его Так выбрать Мы перетаскиваем Все Наше Сюда Вот это Сюда А боже мой Какой Чистый кайф Просто Чистый кайф И сколько места В салоне Мы платим За это 27 824 У нас еще остается Порядка 8000 кредитов Это просто Огонь Так Слон Ставим Корт Ставим Шторм На замену Шмель Тоже на замену Нажимаем Купить И Вот он Друзья Вот он Починка Стоит 6750 По отдельности Если чинить Слон 6750 Короче денег нет Мы держимся У них много Всякой фигни Конечно Которая Прям Очень И очень Приятная Стоит В принципе Не так дорого Короче Есть какие-то Здесь движухи Еще нет Нет Новостей нет Как-то так вот Вот Урал С плазмоганом Это вам Не это Так А есть какие-то Ооо Отличный фрахт А чем фрахт За 50 тысяч Просто Ракетницу Ставить сюда Можно какую-то Офигеть Можно Офигеть Штандарт И отличный Лорд Ё-моё Офигеть Сюда можно Ставить И миномет И шмель Жесть Ребят Конечно Просто Жесть Но Это все Нам не по карману У нас Другие Немножечко Сейчас задачи Мы взяли Урал Вот он Красавец Урал Ну это Конечно Дело Это дело Под такое дело Нужно создать Отдельный сейф И назвать его Урал Потому что Кто знает Чем это все Обернется Так Стрелять Плазмоганом На какую кнопку мыши Я надеюсь На правую Упс Да На правую Вот и Сейчас дела Пойдут В гору Я уверен В этом Короче У нас куча заданий Давайте Заедем в Калис А потом Поедем Вот сюда То есть Преодолеть болото Едем преодолевать болото Но сначала Заскочим А нет Давайте в Берка Все таки Мы ищем мужа Заскочим Так сказать Провести Берка Возможно Там муж ее Скрывает Своим местным баром Шляется Ну типа Было бы логично Изначало Карты Вести в конец Карты Это довольно Ой Простите Пожалуйста Ну это дело Ой какая классная Конечно Тачка Мне очень повезло Что мне выпал Слон этот Он Очень крут По урону Мне кажется Это прям Мощь Страшнейшая И Я себя сейчас чувствую Как будто Ну реально Мощная тачка Просто мощнейшая Скорость 130 Это вам не Хухры Мухры Так Закоулок Нейл Сижу Грущу Нет Баром Ничего Нет Совершенно Просто Уходим Ладно Как скажете Ребят Как скажете Ну видимо А где его искать Возможно Он где-то На болоте Или это просто Обман Она нас Обманула И таким образом Что-то хочет Нас добиться Я не знаю Ребят Я Реально Не понимаю Так Это ТСП Теперь наши друзья Здрасте Охотник с ракетницей Как хорошо Что он теперь На нашей стороне Мы все дружим У нас мирная Дружная семья Я Мама Ты И Другие друзья Супер Короче Ребят Я очень доволен Покупкой Урала Он выглядит Максимально Мощно И стильно Мы едем В город Под названием Кадис Калис Калис Я надеюсь Он не Кадис Потому что Тогда Будет очень смешно Если это Ну да Это Л Лаука Калис Просто я знаю Есть город Кадис Он в Испании По моему Находится Испанский город Кадис И Было бы Смешно Если он На самом деле Кадис Я называю его Калисом Но здесь Видимо Все таки Все верно Я называю Давайте Заедем в него Потому что В нем Я еще не был В Лауке Я был В Калисе Я не был Потому что Я ищу мужика А мужик Может быть Где угодно Совершенно Возможно Он здесь Если нет То я уже Поеду на болото Охота завершена Денег не дали Мы никого Не убили Хорошо Мы много денег Получали Когда ТСП Были нашими Врагами Но я Этого Не хотел Совершенно Это очень Муторное Дело Эйч Так Калис Заправиться Ага Так вот Филимон Нашелся Что ты хочешь От меня Мил человек Филимон Твоя жна Совсем С ног Сбилась Тебя искать А ты Тут Баром Рассиживаешься Устал я От нее Дай отдохнуть С мужиками Посидеть Давай-ка Я тебя провожу До дома Не хочу домой И ты мне надоел Встал и пошел Отсюда Лучше соглашайся По-хорошему Слушай Давай я тебе денег Дам А ты от меня Отстанешь Ааа Ха-ха Я пообещал Что я выну Тебя домой Братан Сколько ты мне дашь Почему не сохранился Ааа Бесит Бесит Такие люди Которые предлагают Денег И Я обещал Тебя вернуть Домой Делать нечего Поехали Доел ты мне Уже Все хорошо Хорошо Джейм Это кто Аа Нет Спасибо Но у меня дела Аа Бармен Может быть Ты что-то скажешь Какие новости Ничего Нет Эрик Аа Рыбу ловить Я понял Интересные занятия Так Все хорошо Вы получили новое задание Если отвозить тебя В перч То Ты поедешь со мной На другое задание Я офигею Так Преодолеть болот Найти мужа Вернуть Филимона домой Ё-моё Ну братан Не Подожди Так Оракул Муж 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 Филимона Блин Домой вернуть Да ёлки-палки Ну уж далеко Очень Ладно Поехали Короче Преодолеть болото Или нет Нет Давайте короче Мужа отвезем Я Я пока не готов Я не готов Браться за новые задания Пока я не завершил старые Мы поедем отвозить мужа Наверное он предлагал много денег Возможно он дал бы нам 100 монет И всё И мы бы Были очень счастливы Что нам дали 100 монет Но может он дал бы нам 10 тысяч Это стоило бы того Так Значит нам сейчас куда Так Прямо Да Прямо Прямо Просто здесь так много развилок И трудно Можно легко запутаться Куда ехать Ну на таком автомобиле Я чувствую себя гораздо комфортнее И увереннее То есть Контроль за дорогой Присутствует здесь Процентов на 100 Это очень здорово Но Типа Мы потратили много денег И даже не можем Отремонтировать до конца Нашего слона Это печально Но я думаю Деньжат мы подзаработаем Я думаю С нашим текущим снаряжением Уровень противников Вырос Это кразов Полтора Два И я думаю Нефть С них должна сыпаться Просто лиц Опа Сейчас затестим Заодно Ооо 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 Промазали Вай 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 Дорогой Проблемы Очень плохо Очень хорошо Стреляет Эта штука Ой как хорошо Ой как хорошо Она просто Аннигилирует Все Только Правда Ремонт Очень дорогой Будет Мне кажется Что Что Ржавый вектор Без прицела Это пулемет Офигеть Это нам Надавали вещи Вот это я понимаю Повысили уровень Это я понимаю Не то что Там всякие Эти Катались Хрени На молоковозах Вот это я понимаю Вот это дело Правда Нас почти чуть не убили А кто там еще Сколько Будет стоить Починиться В этом Месте А кузов Вот Так Кузов Кабина Дорого Очень дорого Ребят У меня нет денег Нужно что-то с этим придумать Так Спектр мы продаем Шторм Мы тоже Соответственно Продаем Ржавый вектор Без прицела Он неплох Вообще неплох Как пулемет Да А скорострельность Какая Кстати Здесь 30 выстрелов В минуту А здесь 14 То есть Шмель Стреляет Быстрее На урон Нет Я оставлю Плазменную Пушку Конечно же Офигеть Вот это мы Конечно с вами А почему я не Подчинился Почему у меня 762 хп А Конструкция Во Все Хорошо Орд Ну это я починю потом У меня денег нет просто на это Офигеть Жесть Ребятки Ребятки Надо что-то как-то продавать Где-то искать деньги Ой Не поторопился ли я Не поторопился ли я У меня вопрос Потому что Может быть такое Что Я сейчас Купил себе То что я хочу А По факту Я купил себе Горе проблем Кучу проблем Да То есть вопрос Который Сам по себе Ответил на себя Который я задал В прошлой серии Будет ли Будут ли противники Сильнее Если я куплю себе Что-то новое Оказался Да И это Логично Потому что Сейчас все мои противники Просто аннигилируют меня И Нужно с этим как-то бороться Потому что денег Нужно как-то заработать И Нужно отвезти мужа Муж В конце до концов Должен вернуться домой Вроде бы Не так много времени Мы на это и потратили Но Конечно Испытали Сто пушку Это хорошо Ну Надо конечно Модифицировать Где брать Где брать столько денег Где столько денег Брать Я не понимаю То есть Какие-то побочные Задания Я всегда выполняю Я все делаю Но Пока что Это все Довольно Безрезультативно Давай Сваливай отсюда Я тебя привез Заложная Жена Алушка Ты привез Моего мужа Вот он Жив и здоров Ох Даже не знаю Как тебя отблагодарить У меня тут есть вещи на продажу Вот я тебе их отдам Спасибо До свидания Что дала Ох 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 Это просто Шок Серия Ребята Вот это да А где-то дороже Стоит 13 тысяч 24 тысяч Просто Бау Просто Бау Где-то есть дороже Еще нет Так 13 24 Вольми Нет Все примерно Так и стоит 14 25 Ну как бы Средняя температура По Как это По больнице Одна и та же Продаем это просто Офигеть Денег 44 тысячи Ребят Мы можем починиться Что 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 Это починить слон Да Классно Четко Я рад Даррен Здравствуй Мой дорогой Мне нечего тебе сообщить Очень жаль Бармен Бандиты Совершают набеги Нашу территорию Понял Я согласен Ценники Увеличиваются Как я заметил Мы Уже Неизвестно Починить Слон Стоит 40 тысяч То есть По факту У меня 44 И все Деньги Которые У меня Есть Я бы Потратил На починку Своего Прекрасного Плазмагана Это Очень плохо Мне нужно Еще больше Денег Я не зря Выполнял Это задание Ребят Мне интересно А если бы я себе Взял Не Урал То есть Если бы я ездил На молоковозе Мне бы она дала Не такие жесткие Материалы Или как Это очень интересно Очень интересно И занимательно Узнать Но Я Это уже Не узнаю Потому что Я купил себе Урал Черт возьми Ребят Это просто шок У меня крышу Сносит От этой серии А как сюда попасть А Не понял Блин Надо на дорогу Выехать Иначе Мы там Не проедем Я понял Что Невидимая стена Здравствуйте Невидимые стены Мы давно Не встречали Очень давно Не видел Невидимые стены В играх Это Очень печально Ну ладно Возможно Мне показалось Так Дорога Вот и сама Дорога На Эту Местность Пока Я не вижу Никаких бандитов И денег Мне соответственно Не на ком Заработать Я правильно Еду Вообще Нет Да Правильно Все я делаю Совершенно верно Это вот сюда Да Хорошо Давайте Сохранимся Потому что Ехать осталось Совсем немножко Ф2 Ф2 Мы нажали И Там что-то есть Там действительно Что-то есть Но как мы Его преодолеем Это болото Так Что происходит Похоже Именно Об этом месте Говорит Ганар Попробую Пересечь Болото Здесь Ага Старик не обман Под слоем Жижи Было Твердое Дно Интересно Что ждет Меня По этой Стороны Бандиты Нет Никаких бандитов Не будет Будет продолжение Сюжета Мы можем Спокойно Ехать дальше Как хорошо Что мы завершили Здесь все Что можно Это не может Не радовать У нас осталось Найти Ну бандиты Ладно Найти морские врата И найти Оракула Собственно Этим Мы друзья И будем Заниматься В следующей Серии Которая Выйдет Так что Ждите И Всем большое Спасибо Кто посмотрел Видео Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу Вконтакте Ну а на сегодня У нас все Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok